Они говорят, твоя библиотека, так мне было жалко, там все книги были. Это местный библиотекарь потемат со слезами на глазах, вспоминая тот день. Тогда от собранного ею за долгие годы книжного фонда не осталось ничего, кроме сажей и пепла. За 30 лет работы женщина успела укомплектовать библиотеку множеством экземпляров редких книг и привела любовь к чтению сотням ребят. Ну, очень жалко было. Ну, хоть книги, а мне жалко было. Я с ними работала, я с ними жила. И свою работу всегда любила я. Все горело. У меня дагестанская литература была давнешняя. Росло гамзат, гамзатца досы. Вот их фонд у меня хороший, понимаете вы. Но потемат решила горевать и ждать у моря погоды не выходы. Начала своими силами собирать новую библиотеку. Помещение для этого ей организовал родной брат, а книги начали отправлять неравнодушные граждане. Но женщина признается, этого все равно недостаточно. Помещение слишком маленькое, а набор книг не такой обширный. Чего бы вы хотели попросить? В фонд хотела бы. Чтобы вам книги? Да, детская и основная дагестанская. А это классика, вот это подписные издания, это пока чуть-чуть есть у меня. Но основной. А помещение? Помещение, ой. Кто мне сейчас помещение дает? Даже ремонт ничего не делает, не помогает везде. Тогда в результате пожара в селе не стало не только интеллектуальной площадки, но и спортивной. От зала, где проводили свой досуг, сельская молодежь, тоже не осталось ничего. Спортивный план у ребят были большие, а реализовать их сейчас попросту негде. У меня была цель сходить сюда, стать чемпионом России. Ну, сейчас как сгорел, меньше цели, возможно, что не меньше. Сейчас дома как занимаюсь, так получается. Но решение у проблемы есть, признаются местные жители. Более восьми лет назад бизнесмен Умар Исаев начал за свой счет возводить спорткомплекс и школу. Однако завершить не успел. У мецената начались финансовые проблемы. Детям не только профессионально тренироваться, просто даже досуг провести негде. Хотя у нас есть очень хорошие результаты и чемпионы района, и призеры по вольной борьбе. В проект предприниматель успел вложить более 80 миллионов. Местные жители просят власть взять шефство над объектом и найти средства для завершения строительства. Инвестор тоже говорит о необходимости государственной помощи. Где вы все-таки достроили эти объекты? Какое решение вы видите? Сложно сказать. Конечно, я обращаюсь к священному. Самообольствую. Да, у вас можно закончить эту школу. Обращение к администрации, к министерству экономики, образования тоже было. Они пока не могут найти механизма. В местной администрации нам признались, они заинтересованы взять объект на баланс муниципалитета. Но сделать это непросто. Много подводных камней. Во-первых, есть ряд бюрократических моментов, которые нужно разрешить в рамках закона. Во-вторых, финансовые трудности. Ни у муниципалитета, ни у республики пока нет средств, чтобы закончить эту стройку. Даже говорить о том, что какие-то нежелания приобрести объект на место лошадки, их нет. Просто пока возможно, это бюджетно нет. Конечно, наш район, тем более сегодняшний город, он всячески нацелен на создание более комфортных, качественных условий, как и для образования, так и для спорта. Но методы решения этих проблем должны быть в рамках закона и в рамках бюджета. Вот и вся сложность. Мы сегодня ищем возможные пути решения этой задачи. Потому что мы попытаемся сохранить этот объект как долгострой, и он постепенно придет в негодность. В то время как мы его можем использовать, те же самые блага этого населенного пункта. Безусловно, решение вопроса выгодно всем сторонам. И местным жителям, и инвестору, и самому муниципалитету. Вот только нередко выходит так, что слепое исследование буквизакона тормозит логическое завершение полезных проектов, которых люди на местах ждут годами. Патимат Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Левашинский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова